Существенная часть социальной политики Славянского района – это забота и поддержка ребят из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно, благодаря краевой программе «Дети Кубани», они получают собственное жилье. В администрации района состоялось торжественное вручение ключей новоселам. Новоселье в этом году отметят 25 славянцев из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Вручение ключей от собственного жилья прошло в торжественной обстановке в администрации района. Крутки Евгений получают ключи от квартиры 81. Губернаторская целевая программа «Дети Кубани» работает с 2009 года. За это время в Славянском районе приобретено 287 жилых помещений для детей-сирот. На эти цели из краевого бюджета выделено более 400 миллионов рублей. Важное событие в жизни каждого – это приобретение жилья, потому что когда есть крыша над головой, когда тепло, когда светло, тогда человек уже переключается на созидательные дела, работает, зарабатывает, живет, растет детей. Поэтому это очень важное событие. Я хотел бы, чтобы вы оценили то, что действительно в крае есть такая программа. Она работает уже много лет. Я хочу сказать большое спасибо губернатору Кубани Вина Черкандратьеву, потому что именно в Краснодарском крае эта программа работает. И у нас есть возможность помогать тем детям, тем людям, которые в этом нуждаются. Молодых людей с таким долгожданным событием, как получение собственного жилья, поздравил и исполняющий обязанности славянского межрайонного прокурора Глеб Самсонов. Хотелось поздравить вас с этим долгожданным, радостным днем. Долго и много говорить не буду. Поверьте, кропотливая работа ведется для того, чтобы этот день наставал. И сегодня он наставал у вас, за что спасибо, безусловно, администрации района, как Роман Иванович сказал, конечно, программе, губернатору. Ну, а от себя лично сердечно хочется поздравить вас. Пусть это будет таким большим шагом ваше светлое будущее. То, что будущее теперь будет светлым, ребята, получившие ключи от собственных квартир, уверены на 100%. Тем более, что жилье у них будет в новом современном доме в районе Северного парка. Рядом садик и больница, школа. Интересный, конечно, дом такой, красивый. Вид на озеро, очень красивое все. Нам очень понравилось. Мы все были очень рады. Чувство радости, даже, я не знаю, как это сказать, восторга. Наконец-то мы дождались ключиков своих. Заселиться в полученные квартиры новоселую планируют в ближайшее время. Одна из тех, кто получил ключи – Эльвира Пестрецова. Она уже побывала в новом жилье. Ремонт и сам дом ей очень понравился. Здесь Эльвира будет жить вместе со своим сыном Русланом. Уже планирует, как обустроить свое жилье. Это будет спальная комната. Здесь у нас будет угол для нашего малыша. Мы ему поставим манеж. Также для себя уголок. Спальное место, кровать поставим. И шифоньер для наших вещей. Также в ближайшее время будем все потихоньку завозить. Я очень довольна, потому что теперь у нас не пустота за нашими спинами, а родной наш дом, где мы будем обустраиваться и жить. Вся необходимая мебель уже приобретена. Через 3-4 дня квартира будет полностью готова к заселению. У Эльвиры и еще 24 детей-сирот начнется новая жизнь с собственной крышей над головой. Анна Монстыренко, Дмитрий Волошин. Программа «События». Программа «События».